Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня моё видео будет в уходе за клеродендрумом Томсона и его обрезку. У меня три сорта клеродендрума. Это клеродендрум Оличи. У него посмотрите какие листья. Я его вырастила с череночка. Он был очень маленький у меня и вот он какой красавчик. Он у меня еще правда не цвел, но я думаю, что этим летом он меня порадует своим цветением. И мой клеродендрум второй угандийский. Он, конечно, цветун такой вообще хороший. Вот у него сейчас вот здесь вот бутончики есть. Я его вырастила сама с маленького тросточка. И он, если кто следит за моими видео, он у меня был очень большим. Я его прям, знаете, такую обрезку ему сделала хорошую. И вот он теперь вот такой вот кустик. И начинает цвести. Но вот сегодня смотрю, у него там из дренажного отверстия увидела корешочки. То есть я его, наверное, буду пересаживать. Ну и вообще как бы мне горшочек этот, что не устраивает совсем. Ну раз коснулась я темы черенкования, то клеродендрумы очень хорошо размножаются. Я его вот прям, главное, чтобы правильно был срезан черенок. То есть если вот зеленая вот такая зелень, он не даст корешочки. Он загниет. Нужно брать вот такое, чтобы не сильно старый такой был. Ну вот как раз вот, допустим, вот такой вот. Ну вот, вот веточка тоже хорошая. Я поставила просто водичку. И он мне дал хороший корешочек. Место, конечно, предпочитает светлое. Даже чтобы попадало солнце. Ну такое, не палящее, а вот прям вот либо утром, либо запад. Ну восток, запад. А полуденное солнце, конечно, не очень переносит. Ну если, конечно, на открытом воздухе где-то, может и переносит, конечно, хорошо. А если в закрытом помещении, то ему жарко, конечно. И поливаю я их по мере пересыхания грунта. Ну не полностью, а наполовину-то это точно. Вот я прям пальцем посмотрю, если вот сухо, я полью. А если влага какая-то есть, я их не поливаю. Они не любят, когда болото им устраивалось. А так растение очень-то неприхотливое. И декоративно смотрится. Мне вот очень нравится клиродендрума. Поэтому я их вот и развела три сорта. Ну, конечно, про Томсона я вообще как бы, я его третьим покажу, потому что он на стол у меня не встанет. Оброс вообще. Стрижку ему надо делать кардинальную. Распустила косы ему за зиму. Да, решила дать ему погулять. Но теперь надо его привести в порядок. А то он у меня и не зацветет в таком состоянии. И еще хочу вот вам сказать про грунт. Грунт абсолютно универсальный. Просто я добавляю в него разрыхлители. Ну, то есть перлит в основном. И подкармливаю весенний-летний период раз в две недели для цветущих растений, так как это цветущие. Ну, сейчас я вам покажу своего третьего клиродендрума Томсона. В общем, будем его наводить ему в прическу. Ну, вот мой клиродендрум Томсона. Если вы помните, какой он был маленький у меня и что с ним сейчас у меня. Я его для эксперимента, в общем-то, вот решила пустить его вот так вот. Потому что зимой, думаю, как бы все равно солнца нет. И зелень, в общем-то, красивая. Ну, вот зелень-то красивая, а цветения, конечно, нет и не будет. Потому что он все, всю свою силу отдает вот этим наращиванию, вот этих побегов. И сегодня я его, конечно, обрежу капитально. Вот. В общем, будем его заставлять цвести. Ну, сейчас мне, конечно, здесь трудно его как-то это самое. Я его буду резать вот так, вот прямо вот эти вот все, что он мне нарастил тут. Я это все буду ему обстригать. А потом уже посмотрю, что там, как в клеточке мне, как быть. Вот, видите, усищи какие, тоненькие все усики. Ну, сейчас, конечно, я его сформирую. Сейчас я его просто достану или просто отодвину от угла. Вот я ему такие сейчас сделаю. Нету в Бабуковых у меня палочек, а есть вот такие металлические трубки. Помните. Я сделаю сейчас опору из них. Потому что он стоять сам не может самостоятельно. И вообще для этих целей очень хорошо подходит Бабуковые палочки. И вот так вот сейчас я их свяжу. Вот здесь. Вот так вот. Ну, как бы это все зеленью закроется и не будет видно. Он, конечно, весь у меня замотался. Сейчас я попробую его немножко размотать. И посмотрю, может быть, как-то обвить их. Да, конечно, я его вообще дала ему расти. И у него это очень хорошо получается, кстати. Солнца еще не хватало, выкинул. Победы такие. То есть, может быть, даже я его не шире, если обрезать вот так. Вот эти усы я буду оставлять два узла, наверное. Вот так. И буду резать. Вот. То есть, вот здесь раз-два. Вот эта ветка прям вообще... Откуда она? То же она начинает. Так. Это откуда у меня? Так. Все-таки, наверное, у него... Так. Решу не врезала. И с этой стороны так же. Так, наверное, я вот здесь сейчас закреплю, потому что все падает. И вот это редко не падает. А, все, вижу теперь. Так, вот эту мереточку сейчас. Так, кое-как его распутала. Вот эту веточку тоже сейчас. Так, наверное, обрежу. Так, что делать вот здесь? Просто не обматывать не хочется. Потому что вот эти длинные побеги, ну, вообще не надо. Я так же буду оставлять, вот, буду считать вот. Раз, два. И вот так вот их обрежать буду. Так. Вот эти длинные, они вообще ничего. Это все тормозит. Придется вот эту витку тоже, наверное. Так, вот эту веточку, может быть, сюда, мы ее, конечно... Ага, вот сюда. То есть, здесь я ее обрежу. Вот эту веточку тоже так вот обрежу. Куда-нибудь ее сюда. Вот так вот закреплю. Ну вот, роз-роз наращивал. И все я ему обрезала. Всю его прическу. Ну, сейчас весна, он очень быстро сейчас начнет давать побеги боковые. И я, конечно, их буду обрезать. И он, если на солнце будет стоять, он даст обязательно цветочные почки. Он у меня очень хорошо свел. Но он стоял у меня в маленьком горшочке и на окне. А теперь я его разрешила, чтобы он был у меня побольше. Я его посадила в большой горшочек. Ну, как. И хочу вот, чтобы он вот как-то вот так вот рос. Присела с ними рядом. Так вот, вот такой вот у меня Томпсона красавец получился. Сразу такой прибранный стал, аккуратный. Теперь я буду ждать, когда он меня порадует своим цветением. А цветет, конечно, он красиво. Очень, очень нарядно смотрятся его цветочки. Так что к весенне-летнему периоду мы готовы. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok